Я не люблю, когда говорят, сделайте так и получите это. Всё верно, но тебя при этом словно ловят на наживку, как рыбу. Мне это не нравится. Так вот, мать категорически против бездумного, прагматического использования каких-то предложенных вам методов. С целью получения каких-то результатов. Против ожидания самих результатов. Всё это пробуждает, что ажиотаж в вашем витальном существе не вносит покоя в духовную работу, а потому вы топчетесь на месте. Вам даёт метод, вы его используете и ждёте результатов. И так на всю жизнь метод, метод, метод. Это кружки, занятия и днём, и ночью, и в течение всей жизни. Где живая жизнь? Метод и ожидание результатов. Вот и всё. Вот на этом вся духовная работа и заканчивается. И проглотив подобную витальную наживку, человек привязывается к методу и нещадно его эксплуатирует в надежде получить обещанный результат. Обещают результаты? Жду. И возникает иллюзия продвижения к чему-то. Потому что человек думает, что он работает, значит, он к чему-то продвигается. На самом деле это иллюзия продвижения. На деле никакого продвижения нет. И это обычно затягивается навсегда. Вот своеобразная наркозависимость от метода – это бич особенно молодых духовных силовиков, которые хотят взболтать внутреннюю энергетику и постоянно ощущать движение энергии в себе. Вот такие молодые внутренние силовики. Вместо спокойствия надо, чтобы все взбалтывалось, фонтанировало, буйствовало. Это абсолютно неправильно. Так вот, при следовании по пути сознательной эволюции, безусловно, просматривается определенный этап продвижения. Есть этапность определенная. Но мы с вами не должны предвосхищать результаты. Вот то, что с нами должно быть, не должны моделировать то, что с нами должно произойти. В противном случае мы будем пребывать в напряжении. А напряженное состояние сознания – это тормозящая вещь. Если мы ждем, 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 ждем напряженно, что что-то должно произойти, значит, мы выпадаем из реального времени. А потому надо просто открыться силе, с помощью метода открыться силе, и уже не вмешиваться умом и своим нетерпением в ее работу. Тогда все будет идти своим чередом, все будет происходить вовремя, не раньше и не позже. А так будете вмешиваться, будете ждать результатов, будет происходить, но позже. Раньше ни в коей мере не произойдет. Так вот, Господь, если говорить о высшем начале, Он в работе с нами не использует приманки. Он нам может дать аванс. Аванс Он иногда дает, который непременно требуется отработать. Вот аванс, когда наша истинная сущность, друг, выходит на первый план. У нас слезы умиления, у нас радость, а потом раз – и ушло. Бывает такое? Бывает. Вот это аванс, это не приманка. Просто нам дают знать, что есть другое состояние, принципиально другое состояние, в котором жизнь совсем другая, в котором есть любовь. Но для того, чтобы это состояние стало нормой, надо потрудиться. А вот аванс дается. Вы в суду получаете, да, но ее надо отработать. Понятно, наверное? Ну, от Господа. Он дает, обязательно он дает какие-то проблески света вам почувствовать. Ну, в разной степени. Чтобы вы уже работали потом законным путем, приобретая это в полной мере. Но это никак не приманка, не наживка витальная. Это духовный элемент. Он не обещает вам здоровья, он не обещает вам успешности в каких-то делах. Вот на эту ложивку, в любви люди на нее бросаются. Он просто дает вам знать, что есть другое состояние. Его состояние любви, состояние благости, вот оно, это не наживка, не приманка, это аванс. Ясно? А вот эти витальные, идильцы оккультные, вам все это на наживку ловят, чтобы вы здоровым были, хотели быть успешным, любимым, еще каким-то пятым, десятом, силами обладали, на других людей влиять. То есть, это не наживка. Это вот то, что он дает нам, это как раз аванс, который необходим отработать. И получив подобные авансы, вам невозможно придумать и смоделировать чего-то. Ты только понимаешь, вот в результате того, что с тобой произошло в период выдачи этого аванса, что ты беден, что ты нищ в духе. Вот помните, нищета в духе, в Евангелии есть эти слова? Нищий духом. Вот она нищета. Когда ты увидел, что ты можешь иметь все, потом это забирается, и ты вот в этой нищете остаешься. Значит, чтобы не быть в нищете, надо работать. Чтобы эту нищету ликвидировать. Очень мудро все придумано, да? Вот тогда ты понимаешь, что ты никто, ничто и вообще ноль. То есть, надо начинать что-то делать. Когда присутствует ощущение совершенной радости, это состояние почти статично, хотя ощущается радость в движении, но не к цели, все уже есть. Когда же преобладает ожидание будущего, не путать с ожиданием какого-то промежуточного результата, радость в мгновение и его божественного совершенства отходит назад в статичное состояние. Вот такая запутанная вещь. Я хочу, так сказать, рассказать, что же мать имеет в виду. Так вот, постоянное присутствие в нашем интегральном существе. Постоянное присутствие в нашем интегральном существе совершенной радости, беспричинной радости. Ну, радость обычно имеет причину, вы знаете, да? Витальная радость. Можете перечислить, когда вы радуетесь. Подарок получили, да, потом мой стандартный ход. Гадость кому-то сделали, удачную, счастливая. Что ему плохо. Ну, еще там ряд позиций, когда человек радуется витально, а вот беспричинная радость, вот эта благодать, правильнее сказать, это нечто из другой совершенно, так сказать, сферы, из другой оперы. Это вот то, что у вас начинает присутствовать как факт. Нет никакой причины, а вот есть состояние. Это что такое, когда у вас есть эта радость, она уже присутствует? Это знак психологической победы над смертной жизнью. То есть, смертная жизнь уже не фонит, а вот эта благодатная вибрация в вас присутствует. Но когда ваше сознание периодически перемещается в нарождающуюся в вашем теле новую структуру вибрационную, вот где носитель жизни вечный формируется, то в ощущениях на первый план выходит уже не радость настоящего мгновения, а некое состояние радостное или благодатное в ощущениях ожидания будущего. Вот какое-то будущее перед вами раскрывается. Не радость настоящего момента, а вот как-то радость, она растекается в бесконечность. И вот то, что в будущем вас ждёт, вы не знаете, но вот это радостное предчувствие будущего, в которое вы уже вступаете, вот оно начинает преобладать над радостью текущего мгновения, которое до того было, понимаете? То есть, принципиально меняется и вот это ощущение благодати. Благодать разливается вот в какое-то будущее, не знаю, как хотите это называйте, вот, неизвестное будущее, но оно настолько благодатно вами ожидаемо, и вы его не торопите, что это состояние действительно становится глобальным. Вот из радости текущего момента проживания здесь сейчас у вас перспектива глобальной радости открывается. Вот это в разных ты находишься ипостасях, да? Когда истинная сущность – это радость текущего момента, а когда истинные сущности – новое сознание, то радость совершенно, так сказать, другого качества. Другого качества. И вот эта статичная радость просто существования при этом не исчезает, а как бы отодвигается на второй план. То есть, как бы индивидуальная радость, она чуть в стороне, а вот глобальная, она уже всеобъемлющая становится. То есть, не исчезает. Первое. Но второе начинает преобладать. Голова пуста. Там молчание и покой. Нет ничего. Абсолютно ничего. Неподвижность. Ничего, ни одной мысли. Только некое сверхощущение. И на грани ощущения – некое сочетание всемогущества и сильной радости. Это такая полнота всемогущества и сильная радость. И вот периодически возникающее состояние ощущения некого статичного всемогущества, абсолютной неуязвимости и тотальной радости при полном отсутствии мысли. Вот нет мысли. Есть ощущение твоего всемогущества, что ты неуязвим, что ничто не может тебя повергнуть, ничто не может тебя сбить с толку и нарушить твое вот это состояние. Это то, что ты ощущаешь как некую потенциальную благодатную мощь, которая готова направиться куда угодно. Но никуда ты пожелаешь, а куда направит её Господь. То есть вот эта благодатная сила, благодатная мощь, она не в твоём распоряжении. Не знаю, может быть, пока не в твоём распоряжении. Пока тебе ещё рано ей распоряжаться, так я понимаю. Она во власти Господа. Но ты источник этой силы, и он вправе из тебя её направить в нужном русле и направлении, и она пойдёт туда, куда надо. У тебя даже помысла не вызывает, адресно не возникает, адресно её куда-то направить. Даже своим близким, там, по крови людям, или ещё, не знаю, там, по духу. До какого-то момента это просто невозможно. Как только появляется такая мысль, ну, знаете, вот эгоистическая, то мощь она сразу исчезает, её нету. Понятно, да? То есть, до тех пор, пока чистота сознания не будет абсолютной, ты этой силой распоряжаться не можешь, не вправе и не должен. Это не твоё. Она в тебе, но распоряжается ей. Господь. Александр Васильевич, можно вопрос? А ваши близкие ощущают эту благость? Близкие? Да. Что такое близкие? В семье. Вот в семье. В семье. В семье. Кого ты имеешь в виду? Жену. Жена не ощущает абсолютно. Да? Да. Жена на другом находится по лесу. Это очень полезно. Не вижу. Это очень полезно. Ну, мне во всяком случае. Понимаете? Или нет? Нет. Очень понятно. Если она меня спрашивает о чём-то, я ей могу сказать. Ну, я рядом нахожусь. Я привычная мебель. Ну, что может привычная мебель из речи? Поняли или нет? Она меня уже 40 с лишним лет знает. Ну, же толку от меня. Вы-то хотите, чтобы все близкие были тут. Вот внук мой, оказывается, абсолютно, это самое, со мной не контактируя напрямую, скачивает с интернета все мои беседы, всё знает, идёт по пути, работает. Я ему никогда не говорил, о чём счёт надо делать. Сын вот в 40 лет, когда ему было, сказал, пап, какую-то книгу всё-таки замечательную напишал о самом главном. Ну, вот такие комплименты я получаю. А есть люди, которые, ну, не могут прыгнуть выше головы. Если человек занимается, так сказать, ну, тем, чем он занимается, я не могу это переломить, насколько уровень интересов этого человека соответствует уровне его сознания. Потому что не перепрыгнешь через какой-то там план. Это когда говорят о жене. Она занимается своим делом. Но я же не буду её насиловать духовной работой. Не буду, это не её. Вот и всё. Просто ответ получали? Поляризация не возникает? В форме болезненных явлений. Не у меня. Понятно, да? Поэтому, может, это будет заставлять чего-то пересматривать. Поляризация была мне, она была очень полезна, эта поляризация в своё время. Кто ещё нам ровность-то столько подарит, как недомашние? Продавцы смирения, нас рядом. И вообще вопрос о семейном счастье, он отпадает. Что такое семейное счастье? Фу! Заметили или нет? Или ещё? Вот когда оно есть, это хорошо. А когда его нет, тоже хорошо. Вот то, что в понимании человеческом семейном счастье можно назвать. Потому что в тебе есть всё. В тебе есть всё. Тебе дополнительно не надо никаких этих счастей. Ну, если оно ещё и будет, вот, ну, как приложение. Знаете, вот есть бесплатное приложение к какому-то журналу, там, или к изданию. Ну, если оно будет, пусть будет. Понятно? Бесплатное приложение. По-русски я говорю, да? А если нет, ну, без приложения обойдёмся, и так всё нормально. Это меня папа всё время называл бесплатным приложением брак. У них был идеальный брак с мамой. Просто идеальный. До тошноты идеальной. Меня аж тошнило. Знаете, вот бывает идеальный брак. Меня тошнит от этого идеального брака. Они топят, 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 топят. А я нет. Они меня по головке, я неют. Вот я такой трудный ребёнок был. Я был бесплатным приложением к их браку. Ни на кого не похожий на них. Генетически. Как будто я какой-то выродился. Непонятно откуда. Вот. И Господь накладывает строгий запрет на агоистическое использование данной вам мощи. Мощь даётся, но вы её не можете использовать по своему разумению. Всё. И ты это понимаешь прекрасно. Прекрасно понимаешь. Вот. Таким образом, вы включаетесь в общий эволюционный процесс как источник силы. Она идёт куда-то по назначению. Ты чувствуешь, когда она уходит, когда она… Ну, не то, что уходит. Когда есть импульс, который из тебя её как бы уносит. Но ты не исчерпаем всё равно. В этом сразу всё пополняется. Нет периодов обесточивания или какой-то энергетической нехватки. Это уже всё постоянно. Но в момент, когда идёт отток, ты ощущаешь, что она вот пошла. Куда-то пошла. Почему? Потому что усиливается приток. Когда усиливается приток, то отток он совершенно очевиден. Значит, куда-то она направилась. Там какой-то диспетчер что-то распределяет. Кому нужно, кому это действительно нужно. Ни жене, ни внуку, ни ещё кому-то. И может, и не нужно, а ты будешь им что-то посылать. Зачем это? А вот кому надо из людей, как Иисус говорил, ну, близких по духу, там она и придёт, наверное. Вот такие вещи интересны. То есть, вот это вот родство как бы кровное как таковое, но оно не то, что прекращает главенствовать в твоём существе. Ты всегда выполняешь долг определённый, который близким людям ты должен отдавать. Но это уже не чувство долга, жертвенность какая-то, а естественный процесс. Вот у тебя никаких напрягов с этим не возникает. Но эти люди, ну, мало чем отличаются, честно говоря, от тех людей, которые близки тебе по духу, именно непосредственно, и гораздо более они тебе близки. Ты их более понимаешь, они тебя понимают, хотя ты не требуешь понимания себя, но ты их понимаешь. Очень интересно идёт такие перестройки в отношении с человечеством, с ближайшим окружением. Они нисколько не мешают, напротив, помогают жить, потому что вот замкнуться в узкоэгоистическом кругу, так сказать, вот семейным, с какими-то духовными проблемами, их пытаться там разрешить, не выйдя на более широкое поле, да, вот общение, это всегда тоже как-то очень болезненно бывает. Ну, это трудно теоретически представить, это состояние, оно просто даёт о себе знать, и всё. Ну, что по отношению к близким, которые страдают и упорно отвергают вот то, что нужно делать, то сострадание к ним, безусловно, есть, всегда есть. Ну, не более того, ты не можешь эту стену брешь пробить. Вот и всё. И нельзя этого делать. Сломать духовный росток насилием, вот в духовном плане, это значит, как в огне йоге сказано, лишить его, не только в этой жизни, но и в следующих, вот возможности духовного роста, изнасиловать его вот этими духовными своими воззрениями, чтобы поломать вообще всё внутри. Пусть человек проживает свою жизнь. Надо будет увидеть, возьмёт, сам почерпнёт. Обстоятельства сложатся, так что он это найдёт сам. Понятно? Если есть какая-то словесная вибрация, то лишь одна. Ты, ты, ты и всё. Мне это кажется высшим чудом. Этот опыт можно повторять, 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 достаточно небольшого внутреннего движения. По сути, если посмотреть на него с точки зрения идиотов, считающих себя умными, можно сказать, вот ради этого Господь-то и создал всю Вселенную, чтобы отдаться Его воле. Вот ради этого, для того, чтобы объединиться в свою воле, Господь создал эту Вселенную. Вот если интеллектуалу сказать, я там скажу, что ты идиоты, что ли? Чем вы занимаетесь? Внутри тебя с некоторых пор существует только одна мысль вибрации, если можно назвать её мыслью. Вибрации тотальной сдачи в руки Всевышнего Господа. Ты просто знаешь, что ты в Его руках. Всё. Никаких философий, никаких фантазий на эту тему нет. Никаких повторений, никаких возвратов к этой теме нет. Ты Его. И всё. И тогда такой покой внутренний. Тогда такая благость и неуязвимость, и полная вера в будущее, вернее, то, что мы называем будущее. Настоящее там, с настоящим вопросом веры, он уже решён. Ты в настоящем всегда защищён. Но и будущее, оно твоё. Вот это удивительно. Это с некоторых пор происходит. Ты ничего не хочешь, ты ничего не просишь, и не используешь никаких методов, ни молитв, ни медитации, и тем более ещё чего-то оккультного. В тебе постоянно присутствует то, что можно назвать Господом. Постоянно, оно в тебе. Какой-то детстве уже не может. Разве можно было о таком помыслить, когда ты только начинал работу на пути? Ну, теоретически, тебе сказали, вот ты сдаёшься Господу, ты будешь в благодать, ты будешь защищён. Ну, хорошо. Ну, поверю, да. Но не пройдя путь, не получив это состояние, вкус его не почувствовав, ты никогда не узнаешь вообще, что это такое. Теоретически помыслить невозможно. И если умным людям поведать об этом, то они не поверят и, естественно, фантазёром назовут. Не более того. А тебе допудно ясно, что именно ради обретения вот этого волшебного состояния человеком, который пал в материальность, и Господь вообще затеял всю эту игру под названием жизнь. То есть, ты становишься результатом этой игры. Пройдя через определенные этапы. Так что игра «Найди себя, найди себя в Боге, стань его неотлеманной частью и раздели вот с ним эту радость-то бытия. Вот стань той сознающей частицей, которая становится частью его». Так что интересно. Это чудо из чудес, наверное, о котором помыслить-то и невозможно. То есть, теоретически невозможно это представить было. Даже описать это невозможно словами. А представить теоретически, конечно, смоделировать это, тоже невозможно. Когда ты находишься в этом состоянии, то рассказать об этом тоже как-то вот, трудно. Тем, кто придет после нас, через 100-200 лет, ухватила она 200 лет, будет гораздо легче, им останется только выбрать, жить по старой системе или по новой. Угадать о сроках дел неплагоданны, не будем мы с вами этим заниматься. На то, что сегодня, спустя 50 лет после сказанного матери, мы находимся в истоках нового времени, времени абсолютной ясности в части практической духовной реализации, это понятно. Вот спустя 50 лет после того, как она эти слова произнесла, мы находимся сегодня во времени, когда нет никаких проблем с тем, что нужно практически делать в плане духовной реализации. Проблем никаких нет. Есть все. Сегодня повестка дня может стоять только один вопрос. Либо жить по-старому, либо жить по-новому. Как жить по-старому мы прекрасно знаем, как жить по-новому мы тоже знаем, теоретически, но надо только практически это реализовать. Третьего не дано. Либо ты идешь туда, либо ты идешь в обратном направлении. Либо ты на стороне Господа, либо на стороне его противника. Так вот, я бы сказал, что лишь спустя годы, может быть, многие годы, вот это наше время, вот время, в котором мы живем, наша с вами работа на духовном поприще будет оценена нашими духовными братьями. Время должно пройти. Ведь мы сегодня стоим у истоков грандиознейшей вещи вообще. Вот сегодня. Трудно себя во времени как бы позиционировать кто-то и что-то. Но я прекрасно вижу и понимаю, где-то по аналогии с временами, когда духовные поиски были достаточно интенсивные, когда были прорывы, то это время только по прошествии десятилетий, столетий начинает осознаваться как великое время. Понимаете? Вот сегодня мы живем в великое время. И вот все мы участники этого времени, все мы соучастники вот этих благих вещей. Поэтому интересно, будущее будет замечательным. Ближайшее. Не знаю, насчет 200 лет. 200 лет многовато она тут хватило. Но там кто ее знает, да? Нам-то все равно теперь. Нам всегда год за два уже идет, да? На сберкнижку там идут уже дивиденды, да? Год за два, как отработан в адских условиях. Вот как все видно, и нам платят уже. Потому что, конечно, тяжело в этом мире стать на путь и работать на пути в этом мире тяжело, честно говоря. Ты же должен как бы противопоставить себя всего этому потоку, всей этой грязи, всему этому мусору. Сложно бывает, но тем не менее без этого нельзя. Мать Сатрему. Я не хочу напугать, просто пойми, что тут действительно нужно терпение. Единственный выход проделать все как бы пассивно, не желать результата. Желая достичь результата, ты допускаешь эгоистическое движение, способное все испортить. Желание достичь результата, ты допускаешь эгоистическое движение, способное все испортить. Мы же все хотим в основном поначалу достичь результата. И вот сохранение пассивности или нетности по отношению к достижениям духовным это великая вещь. Ты открываешься силе, не ждешь, что она с тобой должна делать. Не моделируешь то, что должно с тобой произойти. И то, что мать требует настоятельность от Трема постоянно звучит и в наших с вами напоминаниях о необходимости устранения эго, необходимости устранения напряженности в части ожидания чего-то. Уберите все это. Уберите. Страстно желающие достичь результата, неважно какого, окончательного, промежуточного, бессознательно строят некие модели грядущих духовных опытов и психофизических переживаний. Строят модели. И ждут реализации того, что ты придумал. во-первых, ты придумал совершенно не то, потому что ты не знаешь вообще, что будет, а придумать можешь что угодно. А во-вторых, состояние ожидающее, это состояние напряженное, сознание находится в напряжении. Во-первых, ты не знаешь, что произойдет, но уже придумал, что по-твоему должно произойти и ждешь этого. А во-вторых, ты напряжен в ожидании самого результата, придуманного тобой. Это что? Это значит, ты остановился, все. Ты никакого продвижения у тебя уже нет и застрял.